РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем. Должние есть мы, мы сильные немощи немощных носите. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя, пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божью. Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас, во славу Божию. Город Рим имеет долгую историю, наполненную разными интересными деталями. Сегодня мы вспомним об одной из них. Почти в самом сердце вечного города, посреди реки Тибр, можно увидеть небольшой по размерам островок, похожий очертаниями на корабль. Он носит несколько названий. Сегодня его чаще именуют Тиберианой. Но когда-то остров носил имя античного бога врачебного искусства Эскулапа. Здесь, во времена Римской империи, находился самый большой изолятор для неизлечимо больных или просто безнадежных людей. Сюда привозили как заразившихся чумой или проказой, так и просто стариков. Пленниками острова оказывались не только рабы, но и полноправные граждане. Почему пленниками? Потому что выбраться от Тиберианы возможно было только после смерти. Просвещенная античная цивилизация не слишком гуманно относилась к больным людям. Достаточно вспомнить, как поступали в древней спарте с увечными младенцами. Их сбрасывали в горные ущелья. Там же оказывались калеки. Во время эпидемий, которые в Римской империи редкостью не являлись, семьи отказывали заболевшим родственникам в каком-либо уходе, оставляя их на, так сказать, попечение богов. Зародившееся в первом веке христианство сильно удивляло язычников той эпохи. Последователи спасителя давали свободу рабам, не отказывались от старых или больных родственников. А во время пандемий заботились как о своих близких, так и о чужих, оставленных и брошенных. Этическая установка евангельского учения в данном вопросе была и остается однозначной. Она прекрасно выражена в сегодняшнем отрывке из послания апостола Павла к римлянам. Святой Павел призывает своих читателей, христиан из евреев и из язычников, отказаться от эгоистических устремлений и начать жить не столько для себя, сколько для окружающих людей. Причем апостол, как кажется, специально не уточняет, кого он имеет в виду под окружающими. Похоже, это не только братья и сестры по вере, христиане, но и вообще все люди. Подобная логика находит подтверждение на примере Христа. Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы избавить от греха и смерти каждого человека. Искупительная жертва Спасителя имеет отношение ко всему человечеству. Другое дело, что подвиг Сына Божьего не упраздняет нашей свободы. И мы вольны, как принять уже дарованную нам благодать, так и отвергнуть ее. Апостол Павел, призывая римских христиан творить добро в отношении каждого человека, безусловно понимает, что одни люди с благодарностью отнесутся к такому отношению, другим же оно будет неприятно. И вновь Святой призывает обратить взор на Христа. Спаситель в течение земной жизни общался с разными людьми. Некоторые стали его учениками, но большинство современников от Господа Иисуса отворачивалось, что не мешало Сыну Божьему с любовью относиться даже к самым упорным своим противникам. Апостол Павел обещает нам, что если мы будем следовать примеру Христа, иными словами, положим в основании жизни понимание других и терпение, то Бог, видя наше старание, пошлет нам утешение. Утешение, которое выражается в душевном мире, светлой надежде на помощь Господа, сердечной радости. Перечисленные духовные дары станут не только нашим личным достоянием, но проявлением благодати Божией вовне. И тогда мы сможем исполнить завет преподобного Серафима Саровского «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». В заключении сегодняшнего чтения апостол Павел напоминает нам, что христианство – не религия одиночек. Для христианина недопустимо бросать и оставлять без помощи тех, кто в ней нуждается. Искренняя вера способна даровать людям настоящее единство друг с другом через единство в Боге. И путь к достижению великой духовной общности идет через преодоление эгоизма, неосуждение и прощение чужих грехов, взаимную поддержку в подражании святости Христовой.